Девушки отдыхают Его машина стоит перед кафе. Если хочешь, можешь посмотреть. Он преследовал тебя, и ты об этом знал? Зачем ты привел его сюда, если знал, что он едет за тобой? Ты лучше знаешь своего мужа, чем я. Скоро он не выдержит и придет сюда. Сволочь! Туалет там. Черт, я забыла. Телефон на столе. Добро пожаловать. Девушки отдыхают Спасибо. Что ты здесь делаешь? Решил покататься. Решил покататься. Какое приятное совпадение, правда? Я делаю то же, что и ты. Играю. Но я веду в счете. Ты еще не забивал. Не спеши. Похоже, ты что-то задумал, и это скоро раскроется. Нет, если будешь играть в детектива. Это будет непросто. Но раз уж ты сюда приехал, расскажу тебе одну историю, чтобы мы лучше узнали друг друга. Слушаю. Например, меня очень интересует твой отец. А что с моим отцом? Думаю, вы не были близки. Иначе почему он продал свою долю и не сказал тебе? Зачем ему вдруг понадобилась такая большая сумма? Этого я не знаю. Мне тоже интересно, но я уверен, ты знаешь ответ. Я не задаю вопросы, на которые не знаю ответа. И какой же ответ? Твой отец хоронил большую тайну. И тот, кто ее знает, твой отец с помощью этих денег заставил его замолчать. Хватит играть со мной. Говори все, что знаешь. Знаю я немного. Зачем мне мешаться в дела твоей семьи? Ты лжешь. Если бы у отца были секреты, я бы о них знал. Тебе лучше провести расследование. Как говорится, нельзя доверять даже собственному отцу. Хватит. Ты лжешь. И слушать эту ложь я больше не собираюсь. Садись. Скоро мой друг вернется из туалета, и мы вместе попьем кофе. Боже упаси. Где мой телефон? Тебе стоило бы меня поблагодарить. Если бы я его не спрятал, я бы сейчас оказался в центре семейной ссоры. У тебя совесть есть? Ты вообще знаешь, что это такое? Ты знал, что он за тобой следил и пришел сюда. Как тебе не стыдно? Ты разбила мне сердце. А оно у тебя есть? Конечно, есть. Например, я не рассказал Мурату правду. Я ждал, пока он был на похоронах матери. Теперь твоя очередь. Сколько раз тебе повторять? Мне нужны доказательства. Я предложение сделал. Иди и сдай тест ДНК. Но терпение мое кончается. Не забывай. Дай мне немного времени. Я сделаю тест. Хорошо. Но не забывай мои слова. Я так устал. Но, дорог, нужно продолжать. Давай. Любимый. Ослы? Что ты здесь делаешь? Принесла тебе обед. Ты взяла мне поесть? Смотри. Раз. Два. Три. Та-дам! Ух ты, сама приготовила. Что ты, столько я не смогла бы. Если бы я умела, то да. Но нет, ты же знаешь. Ты занят? Да, занят. Садись, ослы. Нет, сидеть я не хочу. Мне и так хорошо. Так. Дорогой. Ты, наверное, соскучилась? Да, я очень соскучилась. Что такое? Твои волосы ко мне как-то прилипают. Тебе больно? Нет, совсем не больно. Извини. Прости меня. Ничего, не страшно. Не страшно? Ладно. Тогда я пошла. У тебя ведь куча работы? Еду я доставила. Могу идти. Хорошо. Ну, всё. Ладно, буду работать дальше. Возьмите документы для бухгалтерии. Керем, если свободен, нужно поговорить. Конечно, слушаю. Ты взял у меня деньги в долг. Их собирали на дом. Мы пока не спешим, но вот брат моей жены решил купить недвижимость, и ему не хватает. Я хочу вернуть свои деньги. Ты сказал, что тебе нужно ещё пару дней. Не хотел тебя беспокоить, но когда сможешь? Дай мне пару дней. Я найду и верну деньги. Хорошо, спасибо. Ещё раз извини. Она действительно вырвала ему клок волос. Она преувеличивает, Хаят. Всё было не так. Волосы я ему не вырывала. Нет, я не понимаю. Нам хватило бы и одного волоска. Зачем было выбирать целую прядь? Я не понимаю. Редактор субтитров А.Семкин